здравствуйте дорогие друзья странные вещи будут происходить 25 числа еврейского месяца кислин через завтра вот через несколько дней в этот день отмечают два праздника причем совершенно разных один праздник посвящен военной победе и маленькой кучке необученных отважных и шиботников можно сказать религиозных каких-то которые не брали оружие разгромивших могучую вражескую армию и восстановившись еврейские государства другой праздник напоминает о совершенно сверхъестественной победе над силой тьмы история с маслом который наверное все знают самое любопытное что у всех этих двух разных праздников одно название ханука и как бы вторая версия первая версия хануки нам понятно это маковеи герои такие на библейский сюжет парни побеждают плохих восьмисвечник все сделали просто великолепно но немножечко они потом в конце бога вычеркнули из титров своей победы мы сильные мы победители мы самые лучшие результат мы знаем одинаковое название праздников у второй версии также ханука посвящена духовным аспектам горение однодневной порции масла невероятной стойкости вот этих вот и шиботников хранивших верность тора несмотря на соблазны прогрессивного греческого так сказать веяния и военная победа тоже присутствует в этой версии но она какая-то вторая не имеющая значения то есть всем понятно что бог так повернул вот это все продолжается с тех пор по наши дни с короткой современной истории государства израиль если вы обратили внимание питается в узел те же самые истории шестидневная война 1867 года молниеносная атака израильских ввс великая победа когда закончилась шестидневная война в израиле никто не мог достать пару тфилин молитвенные коробочки за присылали из америки потому что евреи поняли что только бог мог дать им такую невероятную победу над пятью арабскими армия на четырех фронтах в израиле появились первые десятки эшиф там много очень вернувшихся к религии однако она духовного возрождения пошла на спать ничего не изменилось и подобно предкам которые устроили ну так сказать золотого тельца через несколько недель после спасения из египта то же самое произошло и здесь все забыли и начали что отдали все непобедимой израильской армии то есть культом страны стала армия и знаете все время цехалы это действительно сильные великие люди хорошее все но бог сказал что придет машина когда рухнут все надежды все стало опираться на армию спустя семь лет арабы напомнили о реальности и если вы помните началась на севере на юге прорвали линию обороны израиля на решили тяжелые потери это война емкипура но как всегда бог стоял на стороне порядка на кого и страна ставшая жертвой вероломной агрессии победила провела мобилизацию победила емкипур оказался на пользу арабы еще не учили такую еврейскую историю что еще в стародавние времена при царе давиде евреи с его не постились перед боем чтобы очиститься наверно идти в бой против израиля в судный день была большой глупости после войны что повторилось снова вспышка божественного зарения и опять поклонение силе нашей руки хорошо сказал бог если вы думаете что ваша армия победила в тех войнах да посмотрите саддам хусейн обстрел скадами 91 год ничего все сидели только дома и и как говорится не открывали рот потому что сделать ничего было нельзя падали огромное количество скадов и ничего ничего все произошло так что ничего не произошло перед лицом таких чудес израиль был охвачен священным трепетом если вы кто помнит живет в израиле на радио передавали песню раби нахмана весь мир это узкий мост на автомобилях были стикеры на песни наклеены псалмы против ракет таксисты цитировали изречения пророков и вот такое было наступил незабываемый пурим 91 года война закончилась иракский диктатор разгромлен люди срывались там радостный бесшабашный пурим опять забылось через два дня сменился апатия деморализация потом началась коронавирус это еще больше усилил раскол в стране власть оказалась в параличи средства информации все это недовольство раздор а между тем подымается мрачная тень всего остального мы должны воевать мы должны защищаться от врагов прилагать усилия для победы но важно помнить в эти дни вот предстоящий перед хануками что победу дают не самолеты не танки а сила духа и связь с тем кто защищает нас из веков век с повелителем ся войн написано бог руководит войнами и только к нему надо обращаться и не думать что наша рука не наша рука только его милосердие во все века и сегодня тоже увидите как он поможет сейчас с хануком наступающий с праздником веры победы и всего самого лучшего